всем привет друзья вы на канале bad boom и здесь мы рассказываем интересные истории из мира спорта не забывайте подписываться ставить лайки этому видео писать комментарии давайте начнем этого футболиста обожают миллионы и миллионы его ненавидят он переписывает все рекорды но многие из вас не назовут его и в тройке лучших игроков в истории к нему постоянно прилипают скандалы но и список его добрых дел не менее длинный и сегодня я расскажу вам про самого лучшего игрока в истории футбола но это будет не лео месси возможно однажды я сделаю выпуска про него но сегодня я расскажу о криштиану роналду криштиану роналду душ санту шавейру появился на свет 5 февраля 85 года в городе фуншал на острове мадейра мама криша работала поваром и отец садовником он был четвертым ребенком в этой скромной семье и когда долорус узнала о беременности она даже решила сделать аборт лишь подруга ее отговорила ребенок раз активным как и полагается будущей звезде первые шаги в футболе криш делал школе андорине куда его привел папа потому что помогал шить форму для этой команды мальчика прозвали пчелкой за неустанную энергию на поле и вскоре на него обратили внимание скаута двух местных команд на сионалу и маритиму конечном счете криштиану перешел на сиональ в обмен на 20 мячей и два комплекта юниорской формы сегодня стоит примерно столько же в новой команде парень впечатлял тренеров техникой скоростью дриблингом по сами и видением поле он был слишком худощавым наставники посоветовали ему побольше есть но уже тогда проявлялись и худшие черты его характера излишний индивидуализм и гордыня мальчика школе у него были проблемы из-за того что он запустил стулом в учителя за то что тот его не уважал пройдет много лет и роналду заявят то же самое про эрика тенхага быть может именно эти качества позволили ему стать главной звездой детской команды и крестный отец криштиану договорился со скаутом лиссабонского спортинга чтобы тот приехал и посмотрел на подрастающего таланта 12-летнем возрасте криштиану переехал от семьи на континент мальчику приходилось еще сложнее раньше у него просто не было денег а сейчас не было рядом и семьи известная история что криштиану по вечерам приходил к местному макдональдсу где спрашивал не осталось ли у них лишних гамбургеров настолько мальчишки хотелось есть ну а когда роналду исполнилось 15 он едва не закончил с футболом у него диагностировали тахикардию вследствие врожденного порока сердца потребовалось хирургическое вмешательство в результате которого криштиану лазером восстановили поврежденный участок сердца к счастью операция не повлияла на спортивные результаты подростка и уже 16-летнем возрасте он показал такой впечатляющий прогресс что минуя 17 и 18-летней команды начал тренироваться с резервистами спортинга и не просто тренироваться он начал работать как проклятый рассказывают что молодой криштиан убегал по ночам из общежития чтобы тренироваться в одиночку дневных занятий ему было мало кстати разочарую болельщиков спортинга мама криштиану долора савейро как-то призналась что ее сын детстве болел за бенфику как его отец а вот ей больше импонировали бело-зеленые именно поэтому она дала согласие на переход своего ребенка в этот клуб и именно в спортинге его впервые попробовали на фланге тренера видели его реактивную скорость и феноменальный дриппинг ну а лучше всего их проявлять разумеется в качестве крайнего не центрального нападающего где-то в тех годы роналду для себя твердо решил я буду тренироваться как зверь я буду играть не как мальчика как мужчина мне нужно повзрослеть именно так я могу стать лучшим разумеется такие усиленные тренировки умноженные на природный дар дали свои плоды уже в 17-летнем возрасте он был на карандаше у многих топ клубов европы но всех опередил величайший сэр алекс фергюсон 2003 году спортинг и ман юнайтед играли товарищеский матч и молодой роналду так измотал защитников гостевой команды что те в перерыве сами сказали фергюсону чтобы тот обратил внимание на криштиану это одна из многочисленных легенд из карьеры величайшего португальца которую кстати рассказал сам джон уши игравший тогда за красных дьяволов ну а позже сэр алекс расскажет что и до этой знаковой встречи роналду был в сфере интересов манчестера но перформанс португальца в той игре стал последней каплей 13 августа 2003 роналду представили на ол траффорд в качестве нового игрока мю он стал первым португальцем в истории этого клуба и поначалу хотел взять себе 28 номер как в спортинге но сэр алекс настоял на чтобы юноша взял себе святой для юнайтед седьмой номер это был тонкий ход великого психолога фергюсона он видел молодом парне стержень и понимал что дополнительная ответственность не сломает его а наоборот закалит и шотландец как в воду глядел пример лига начала нулевых знала много жестких защитников которые терпеть не могли молодых и дерзких греблеров а криштиану словно нарочно выводил их из себя и чем сильнее его били по ногам тем лучше он играл справедливости ради именно тогда роналду начал бесить всех своими бесконечными нырками спорить не стану но вы только посмотрите что вытворяет на поле этот парень вопреки популярному заблуждению роналду далеко не всегда был чистым нападающим и именно на позиции вингера португалия с 2008 году выиграл золотую гуцу забив 31 гол в пл ну и разумеется за ним пришел реал мадрид и роналду не устоял фергюсон был просто в ярости как кто-то может хотеть уйти из великого ман юнайтед шотландец металл гром и молнии говорил что не продаст мадриду даже отраву для насекомых а вы знаете что криштиану мог играть за барселону вместе с месси да да именно так озверев от настойчивых заигрывание реала фергюсон из принципа предложил роналду барселоне которая очень хотела португальца даже была согласована сумма трансфера но криш проявил принципиальность или реал или ничего о да роналду был всегда человеком слова реал действительно вел переговоры с ним за спиной у мю что запрещено и англичане даже жаловались в фифа криштиану мог начать саботировать тренировки как это делали позже усман дамбеле и много кто еще но он заключил с фергюсон джентльменское соглашение тот отпустит его в реал через год а португалец замены этого останется в юнайтед еще на один сезон и он отыграл так как смог бы только роналду чемпионат англии кубок суперкубок англии клубный чемпионат мира и финал лиги чемпионов из великобритании криштиану уезжал королем и лучшим бомбардиром манчестер юнайтед но если в англии роналду стал королем то в испании его уровень вышел старта сферу в мадриде мауриню попробовал его в роли форварда и криштиану показал такую результативность который не снилось никому ни до ни после 438 матчей и 450 голов за реал цифры говорят сами за себя до роналду всего за девять сезонов стал лучшим бомбардиром реал в истории и покорил с ним ла-лигу и особенно лигу чемпионов но давайте не забывать о том что португальцев скандал влепал на футбольном поле он мог просто двинуть по ногам сопернику из кордобы или толкнуть судью после полученной красной карточки за симуляцию ну симуляции я там вообще не вижу а вы что об этом думаете напишите в комментариях тем не менее за пределами газона у роналду тоже были проблемы американка кэтрин майорга в 2018 году заявила что криштиану изнасиловал ее в одной из гостиниц 2009 году еще в бытность игроком манчестер юнайтед да там была мутная история роналду настаивал на том что секс был по обоюдному согласию но заплатила и за молчание 375 тысяч долларов но дама решила заработать больше и спустя девять лет вспомнила о перенесенных страданиях и запросила уже 65 миллионов но тогда американский суд встал на сторону роналду ну раз уж мы заговорили о скандалах то важно отметить и добрые дела португальца а их на самом деле огромное количество когда на его родной модели случилось наводнение кришне остался в стороне и благодаря его деньгам сотни людей получили необходимую помощь благодарные жители назвали аэропорт модели в честь криштиану и даже поставили ему там статуи 2023 год марокко землетрясения несшие более тысячи жизней отель роналду стал одним из тех мест в котором выжившие люди смогли бесплатно поселиться после стихийного бедствия он выставлял на аукцион свои награды чтобы оплатить операции детям регулярно сдает кровь и однажды даже пожертвовал свой костный мозг больному ребенку поверьте таких историй десятки но как бы то ни было в 2018 году пути роналду реала разошлись поговаривали о размолвке между уже легендарным на тот момент футболистом и президентом клуба флорентина пересом в результате криштиану за 112 миллионов евро стал игроком туринского ювентуса роналду переходил ювентус как лучший футболист планеты я не буду перечислять все его достижения он зову лишь самые важные пять побед в лиге чемпионов лучше бомбардир в истории самого престижного еврокубка чемпион европы со сборной португалии для нее это был первый трофей в истории и добыт он был именно благодаря усилиям криштиану а момент когда роналду подло сломанный дмитрием поэтом плачет и пытается доиграть финал навсегда запомнится всем любителям футбола это была настоящая драма действительно приезд роналду в ювентус стал событием эпохального масштаба в италии он провел три года в которых подтвердил свой инопланетный статус 134 игры 101 один гол во всех официальных матчах за старую сеньору к примеру зубастик роналду с которым часто сравнивают криша за пять сезонов в италии забил почти вдвое меньше ну и каким же красивым было возвращению роналду в свой дом манчестер юнайтед болельщики красных дьяволов уже уставший ненавидеть свое бестолковое руководство получили наконец надежду на то что клуб вернется на вершину ведь криштиан уже давно стал символом победы трофеев и как же бесславно все закончилось первом же сезоне еще под руководством сульшера 36-летний роналду действительно тащил тонущий клуб в лиге чемпионов и апл он забил солидный 24 гола за сезон то сменился тренер а самое ужасное футболист потерял новорожденного ребенка это действительно страшное событие из-за которого португалец пропустил предсезонную подготовку с юнайтед но многочисленные сми писали что настоящая причина отсутствия роналду это его желание уйти в клуб играющий в лиге чемпионов потому что и мю в том сезоне занял шестое место а конец 22 года он точно бы хотел забыть эрик тенхак раз за разом оставлял его в запасе криштиану психовала отказывался выходить на замену а в конце концов дал разгромное интервью пирсу моргану где вылил тонны грязи на тренера и руководство клуба стало ясно что за и мю роналду больше не сыграет так и случилось на чемпионат мира в катаре он поехал свободным агентом кстати то самое интервью обернулась благом для манчестер юнайтед после того как легендарная семерка сказала что владельцам клуба глейзером нет дела до команды и в клубе даже бассейн не могут отремонтировать босса и мю зашевелились они выставили часть акции клуба на продажу и в юнайтед пришел сэр джим рэдклифф и уже начал строительство действительно супер клуба они шапито покупающего танцоров за баснословные деньги ну а роналду тем временем очень средне сыграл в катаре и завершил выступление на топ уровне его переход в аль насор удивил даже его хейтеров неужели никому из европейских топ-клубов лучший бомбардир в истории футбола оказался не нужен о да переход был очень неожиданным но и здесь величие португальца оказалось даже больше чем мы могли подумать за ним в чемпионат саудовской аравии потянулись звезды первой величины подумать только бензима неймар мане кантэ и дюжина других топ-футболистов уехали из европы вслед за роналду разумеется в аль насри он король 39-летнем возрасте он забивает больше всех в лиге и сохраняет великолепную форму в 2023 он стал лучшим бомбардиром года обогнав холландом боппе и кейна и чем старше становится роналду тем чаще он попадает дурацкие ситуации складывается впечатление что он просто не понимает что оставаться лучшим в мире его возрасте ну попросту невозможно к тому же болельщики соперников любят скандировать фамилию месси перед лицом роналду португалец всю жизнь соперничавший с лионелем клюет на эту приманку иногда вытворяет нелицеприятные вещи то подотрется шарфом архи ляля то странным жестом отпразднуют гол действительно есть поступки которые его точно не красят но его невозможно не любить за то что он всегда говорит то что думает он прирожденный лидер кумир целых поколений боппе холланд гарначо ляук варацхеле ребята которые сейчас составляют элиту мирового футбола один за одним признаются что полюбили футбол именно благодаря криштиану в самом деле есть цифры где роналду неоспоримо лучший но есть еще и эмоции если составляет топ-10 лучших футболистов в истории роналду будет в нем топ-10 самых обожаемых футболистов роналду будет и там топ-10 самых ненавидимых кришу и там найдется место топ-10 самых известных португалец точно будет занимать первую строчку и важно за какой клуб и за какую сборную вы болеете какой стиль игры предпочитаете таких футболистов как роналду вы просто обязаны ценить хотя бы за то что к ним никогда не будешь равнодушным этот футболист этот человек вызывает очень сильные эмоции а эмоции это то почему мы смотрим футбол и так его любим напишите в комментариях кого вы читаете лучшим футболистом в истории но только аргументированно я все обязательно прочитаю подписывайтесь на канал бэдбом и ставьте лайки этому видео а мы будем продолжать радовать вас новыми футбольными историями всем пока